Доброе утро, коллеги! С вами Саков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Вначале, как всегда, напомню, что если вам нравится данный формат, то не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить все следующие видео. Ну, а в целом, хотелось бы сказать то, что общие мировые настроения на текущий момент становятся довольно-таки апатичными, на мой взгляд. Уже слишком много новостей и огромное количество новостей по коронавирусу, огромное количество новостей по мировому кризису, то, что страны закрываются и все прочее. И даже то, что не стало стоить отрицательно, то есть настолько уже много всего произошло, ну, наверное, что могло произойти, ну, конечно, наверное, не все, но, тем не менее, на мой взгляд, уже многие из участников, из инвесторов, в первую очередь, они уже немножко подостыли и, в принципе, настроение начинает успокаиваться. Борис Джонсон поправляется, идут темпы замедления распространения коронавируса, смертей все меньше, в Китае не было за предыдущие сутки ни одной смерти, что выглядит довольно-таки позитивным. Уже многие страны объявили о выходе из карантина, кто-то начинает выходить уже на следующей неделе, да, с постепенным ослаблением общей жизни, да, открываются общественные места, люди начинают возвращаться к обычной жизни. И вот, фактически, уже мы будем надеяться на то, что та точка, которая была минимально, она пройдена и с текущих уровней мы начнем восстанавливаться. Ну, и в этой связи я также хотел показать вам индекс страха, который, в принципе, очень многими, многие им руководствовались для определения, да, той фазы, которая происходила на рынке. И, фактически, сейчас мы видим то, что этот индекс пошел на спад, то есть, фактически, пик его пришелся на середину марта, ну, когда мы видели самое минимальное значение, там, по S&P, по, ну, по нефти еще пока не было, да, по нефти это было уже чуть позже. Безусловно, то есть, вот, как раз 21 апреля, да, то есть, опять вырос индекс страха, но сейчас он постепенно снижается. Фактически, вот таких, таких значений, которые мы видели предыдущим образом, их не было. Ну, что такое индекс страха, вы можете почитать в Википедии, я думаю, что более подробно. Ну, в целом, он показывает, как раз, настроение инвесторов и интереса вложения в более рисковые активы, как именно акции. То есть, в данном случае, это индекс волатильности S&P 500. Поэтому сейчас, на этом фоне, я думаю, что мы не будем говорить больше о тех событиях, которые сейчас происходят, да, ну, по крайней мере, в этом выпуске. А просто посмотрим, что у нас происходит на рынке, и я как раз также поделюсь своими идеями, да, то есть, что я сейчас планирую. Ну, давайте начнем, наверное, с нефти, да, то есть, не с евро, а с нефти. И здесь я, ну, немного забегая вперед, скажу о том, что нефть я купил, и здесь, ну, такая была выстроена мной комбинация из активов. То есть, если те, кто смотрит постоянно мои выпуски, помнят, что я, как правило, рассматриваю нефть марки Brent, да, для торговли и, ну, в принципе, для анализа, ну, эти сделки, которые я открывал, я открывал по нефти марки Brent. В этот раз нефть марки VTI для меня была чуть более интересна, так как она, во-первых, упала сильнее, то есть, фактически, вот этот спред расстояния между, то есть, фактически, эти два сорта, они плюс-минус ходили всегда одинаково, когда она сильно падает, то есть, каким-то периодом времени может выровняться вот эта, как раз, разница, там, несколько долларов между этими сортами нефти. Ну, и, в принципе, по нефти марки Brent как раз я сделку открыл, но открыл ее руководствовать как раз фьючерсом на июнь, который также доступен в Admiral Markets. И, кстати, для тех, кто торгует, может быть, более, ну, там, держит сделки больше, там, нескольких недель, ну, до истечения контракта, то этот инструмент может быть более интересным для торговли, так как по нему нет свопов, и, в целом, это более приемлемо. Но я открыл сделку по CFD, то есть, по тому контракту, который не экспирируется, он постоянно переносится, для меня это более привычный инструмент. Соответственно, если мы посмотрим на июньский контракт, то мы видим минимум 21 числа, да, как раз, когда истекал майский контракт фьючерса по VTI, и, собственно, с этих уровней уже новых минимумов мы не показывали. Но, возможно, из-за того, что есть запас хода на месяц, и если мы с вами, когда мы с вами смотрели в прошлом видео, как раз, сводную таблицу по контрактам, разбитым по месяцам, то мы видим, что от месяца к месяцу как раз стоимость, она растет. Ну, и, собственно, фьючерс, он постепенно приходит к тому значению, к прогнозному, который ожидают. То есть, фактически, по фьючерсу сейчас мы видим 16.34, а по CFD-контракту на тот же инструмент мы видим цену 8 долларов. Но здесь важно понимать, что CFD-контракт на VTI – это производный инструмент от фьючерса, то есть, он, так как он не стекает, то здесь происходит фактически склейка нескольких инструментов. Но здесь этот инструмент для меня более интересен, и мое предположение также заключается в том, что постепенно, да, вот это равноместное значение, оно придет в норму. И, фактически, сейчас мы видим разницу практически в два раза стоимости фьючерса, да, на нефть марки VTI и CFD-контракта на VTI. Поэтому одна из моих теорий, которую я вот как раз хочу проверить, открыв сделку, это будет ли, ну, безусловно, были получены предыдущие сигналы, то есть, теория заключается в том, что проверить, произойдет ли данное движение вверх, то есть, уже с текущих уровней, и было ли минимум 22 апреля минимальным значением, которое было. То есть, здесь сделку я открыла также по своим стандартным правилам. У меня стоит риск 1% за минимум, как раз самое минимальное значение, которое было за торговлю, ну, в принципе, уже, получается, за всю историю, по минимуму 22 апреля. Ну, и, собственно, сейчас сделка у меня открыта. Чуть дальше, возможно, буду докупать, буду покупать при сохранении данного тренда, так как тренд здесь может быть довольно-таки активный. То есть, вот нравится мне эта идея, ну, посмотрим, как она будет реализовываться. Конечно, если мы сегодня уйдем ниже минимальные значения, которые были сформированы как раз вчера, то, возможно, из-за этой сделки я выйду и подожду других уровней для более оптимального входа. Но сейчас для меня цена была комфортной, и, собственно, сделку здесь я открыл. Ну, а теперь давайте пройдемся по всем остальным инструментам. Также у меня есть несколько отложенных ордеров. Сделка по австралийцу, по евро-доллару. Собственно, здесь у нас общее движение сохранится нисходящее. Мы опять движемся в область минимальной значения на 1.07-1.06. Соответственно, с текущих уровней, опять же, для меня тоже остается интересным поиск покупок. То есть, когда доллар уже укрепится настолько, насколько нельзя просто укрепляться. Ну, опять же, это не какой-то вывод, а просто мое субъективное мнение. Ну, то есть, здесь мы видим локальные уровни, от которых как раз мы можем отбиться. Но пока мы не получили локального подтверждения, то здесь я буду ждать как раз подтверждения начала восходящего движения. Буду евро покупать. Опять же, это не сейчас, не сегодня. Возможно, на следующей неделе такие как раз ситуации и произойдут. По паре британский фунт, американский доллар. Здесь на текущий момент сохраняется движение восходящее. В рамках уже более мелкого таймфрейма мы постепенно немножко движемся. Но пока общий фунт сохраняется нисходящий. Поэтому здесь, например, если говорить о покупках, то по крайней мере после того, как цена сможет закрепиться выше максимума, который мы видели 22-23 апреля. После этого уже смотреть возможности купить по данному активу. Ну, а на текущий момент пока преобладает продажу. Если мы обновим локальный минимум, то, собственно, новый лоу здесь тоже можем показать. По паре американский доллар, канадский доллар. Здесь сохраняется движение нисходящее. Мы движемся по направлению вниз. Вчера мы смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые были сформированы 22-го числа. Собственно, здесь, опять же, эта идея на продажу здесь выглядит интересно, но не с текущих уровней. Соответственно, здесь я поставил также отложенный ордер по цене 1.4161 со стопом за максимум 21-го как раз апреля. Если цена скорректируется в эту область, то для меня будет приемлемая цена, приемлемый уровень для входа. Поэтому здесь также я ожидаю возврата непосредственно к продажам, но чуть после коррекции. То есть, если придет коррекция, то хорошие цены для себя получу. Если нет, то, собственно, буду искать другие возможности для входа. По паре американский доллар, японский иенов. Здесь, мне кажется, все выглядит так, как будто никто ничего не делает. Все лежит просто в боковике, причем в достаточно узкий диапазон. Но, тем не менее, пока здесь общий настрой выглядит как на укрепление американского доллара, но что-то не пускает вверх. Соответственно, здесь я буду больше ждать, наверное, пробоя вниз, выход из данного диапазона. И рассмотрю тогда для себя уже продажи по данному активу. Ну и дальнейшее движение уже здесь можно будет рассматривать после пробития. Ну, пока здесь беру паузу по этому активу. Австралиец. Также здесь сейчас приходит в фазу роста. Поэтому, с точки зрения часового таймфрейма, был получен сигнал. Как раз вчера мы смогли закрепиться выше максимума, который были сформированы 22 числа. Мы скорректировались. Как раз перед подготовкой данного видео мы находились на приемлемом уровне. Поэтому сделку я открыл. И так как уже был обновлен локальный максимум, то стоп я поставил за минимум как раз вчерашней торговой сессии. И, собственно, цена тоже для меня была комфортна. Поэтому по австралийцу зашел здесь в покупки. В целом, с точки зрения восстановления как раз движения по данному активу, можем ожидать как среднесрочной цели движения в область на 66 и на 67. Но пока вот находимся в фазе восходящего движения, здесь я также в этой сделке буду находиться. По Новозеландцу пока ситуация тоже похожа, но не менее комфортна была точка для входа. Хотя мы точно так же обновили локальный максимум, точно так же произошла коррекция. Но открыл сделку по австралийцу. Тем более данные инструменты, они плюс-минус работают симметрично. Так как у меня сделка открыта по нефти, которая априория может быть более рискованной. Поэтому здесь еще один риск я решил пока не открывать. То есть оставлю только австралиец. А так в целом, да, здесь тоже сохраняется восходящее движение. Покупки имеет смысл ускать, но те, кто находились в продаже, то их имеет смысл, на мой взгляд, сейчас зафиксировать. По золоту мы подходим опять к локальному максимуму. Локальный максимум на 1747 пока мы еще не обновили, но общее движение также здесь сохраняется восходящее. Перешли мы в фазу роста как раз 22 числа, обновили локальный максимум 21. Сейчас вот большой вопрос, может ли золото преодолеть максимум в 1750 долларов за тросскую унцу и двинется ли дальше уже по восходящей. Индексы многие вчера подупали как раз на фоне опровержения, на фоне как раз того, что предположение было по вакцине от коронавируса. Но также были высказаны предположения о том, что ее скорее всего не прошли клинические испытания. Но тем не менее это вызвало несколько негатив на фондовом рынке. И в том числе вчера мы видели, ну фактически для меня здесь произошла отмена сигнала на понижение. То есть вчера мы торговались выше максимума в 22 числа, то есть можно было искать покупки. А сегодня уже обновили локальный минимум. То есть фактически у нас движение в обе стороны. Поэтому сейчас здесь вполне вероятно, что можем еще прогуляться вниз. Поэтому выбрал я из двух инструментов опять S&P. По S&P буду также открывать сделку на продажу, но чуть позже. То есть если мы вернемся вот сюда, то есть тут стоит у меня риск стандартный, да, но чуть большим объемом для интереса. Ну то есть поставил я отложенный ордер чуть выше, да, что дало мне возможность взять чуть больший объем с целью как раз продолжения исходящего движения. Ну вот посмотрим, будет ли оно реализовано, потому что сегодня мы тоже торговались внизу. Компании сейчас идет сезон отчетов, многие компании уже отчитались. Какие-то еще будут отчитываться и определенный негатив здесь также может повлиять на S&P. Ну вот посмотрим, как это будет происходить. То есть вот такая спекулятивная идея у меня есть по данному инструменту. Ну а по нефти мы уже с вами только что разобрали. Поэтому вот таким образом будем двигаться. Также у нас на следующей неделе пройдет вебинар с доктором Элдером. Ссылка на регистрацию есть в описании к этому видео. Переходите, регистрируйтесь и готовьте ваши вопросы, потому что это уникальная возможность задать ваши вопросы трейдеру, который занимается торговлей уже более 40 лет и держит руку на пульсе. И наши с ним как раз вот вебинары, которые проводятся, их очень интересно смотреть онлайн, чтобы человек с колоссальным опытом смог также поделиться с нами своим мнением и своим видением. Ну и не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео и ваши вопросы также оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания.